Всем привет! С вами Оксана Дереза. Итак, сегодня мы поговорим об итогах мая месяца и немножко о летних планах. О идеях, какие у меня сейчас в голове бродят. Так, вышивалось у меня, можно сказать, три проекта. Один готовый, это гобелиновая техника на сетке, на страмине с нанесенным рисунком фирмы Dimensions, трео красных маков. Работа получилась очень красивая, яркая. Оформлять планирую в подушку. В общем, говорю всю эту информацию для тех, кто, может быть, только смотрит впервые мои видео. Участвовала я с этой работой в челлендже, уже показывала ее в итогах челленджа. Так что закончила я ее где-то 19 мая, а челлендж оканчивался у нас с 15 по 20 мая. И я решила, что продолжу я вышивать следующий проект, который у меня начат. И сейчас я покажу вам этот проект. В общем, готовой работой от Dimensions я, в принципе, довольна. Хотя, конечно, выводы для себя сделала, что вышивка гобелиновой техники на страмине, пожалуй, не мое. Но я попробовала. Это очень удачный набор был для того, чтобы попробовать себя, потому что все-таки здесь крупный рисунок. И большие участки зашиваются одним символом. Только сердцевина у маков вышивается с шерстью, и там такая идет немножко мешанина цветов. Все остальное вышивается довольно легко. Главное для себя определиться, научиться этой технике. Гобелиновую технику буду еще пробовать. Уже на румынской вот этой гобелиновой сетке, пожалуй. Но на страмине, я сказала, где вышивается в шерсть нитей целые пасмы, я для себя решила пока больше не вышивать. Хотя не буду загадывать именно на всю жизнь. Посмотрим, может быть, где-нибудь как-нибудь, как выстрелит, влюбится в Оксана в сюжет и будет вышивать. Хорошо. Такое небольшое видео будет сегодня. Следующий проект, который я вышивала, как вы можете уже догадаться, это 12 красавиц. Итак, вот перед вами сейчас превью. Да, довольно мелко, но вышивка здесь большая. Кто не знает, это набор от фирмы Дом. Домы многие называют ее. 12 красавиц. Который вышивается, как правило, на 14 аиде. Я вышиваю по перенабору нитками из ХС на 20 аиде. И на 14 аиде, по-моему, там 3 метровая ширина 2 метра 7 сантиметров, насколько я помню. А на 20 аиде получается около 2 метров. Ширина картины. Вышиваю я сейчас девятую красавицу. Вот она, девятая, вот эта красавица. Вот это, вот она, вот это серединки. Так, и останется у меня еще их 3. Но места не так уж и мало остается. Нитками из ХС, я уже сказала, вышиваю в 2 нити, чередованием полукреста и габаринового стежка. Так, вот на этом этапе я пока остановилась. Сейчас вот так чуть-чуть сделаем ее. Угу, видно. Хорошо. Да, наверное, попробую я перевернуть еще, показать вам ее по-другому. Но я уже переворачивать буду фотоаппарат, когда полностью довышиваю ей. Вот немножко осталось мне вот наряд ей повышивать. Вот шлейф, подол платья. И она будет уже готова. И тогда уже покажу вам, развернусь ей 9. Пока вот в таком варианте, красотка моя. Здесь все, вот видите, у меня нитки здесь на оттаночке. И вот вышивала я ее практически, наверное, с 19-го, с 20-го числа. Не каждый день, конечно. Вот видите, вышивается она не так уж и быстро. Где-то я вышила, вот руки были вышиты у меня. То есть получается раз, два, три, четыре, пять. Пять. Высоту 5 квадратов. То есть высоту 50 клеточек, 50 полукрестиков. Ну, как бы высоту, это для меня высоту, по картине-то ширина получается. Вот. А здесь где-то около 30 квадратов, может быть, чуть-чуть меньше есть. Может 20 с чем-то, 28. Этого я не считала. То есть вот за две недели мая примерно такое количество работы было проделано, да. То есть сейчас попробую еще раз показать, откуда, докуда вот этим вот. То есть вот досюда где-то у меня было вышито, наверное, примерно так. Или, может быть, вот так. Вот, скорее всего, вот так, да. То есть сама уже не помню, там помню, там не помню. То есть даже не 50. И вот такой объем был вышит у меня за две недели. В общем-то, если месяц вышивать ее непрерывно, то, наверное, возможно вышить одну красавицу за месяц. Тем более, что осталось совсем чуть-чуть. Но был еще один процесс у меня в мае месяце, который я начала вдруг. И я вам сейчас его покажу. В общем, третий процесс могу показать только так. Почему начала? То есть есть у меня вот такая картинка в телефоне только. Почему начала? То есть вот сейчас вот уже видно, сколько у меня вышито. Как раз 31 мая получилось так, что свет отключили. У нас не было света вообще. На станке вышивать было неудобно на мелкой конве. Поэтому, а возле окна еще что-то было видно. То есть света не было практически целый день. И значит, что я подумала, что возможно стоит вышить игольницу вот сюда. Взяла 27 линду. У меня молочного такого цвета. Начала вышивать. Разметила, потому что без разметки вышивать. Начала ниточкой ПНК имени Кирова. Вот как оно выглядит. Вот подобрала. То есть там по ключу ДМС я просто вот по живой карте поподбирала себе. Потому что там таких цветов у меня точно нету. И в общем-то мне не понравилось. Крупновато. Мало того, что крупновато, оно еще и весь рисунок, я так поняла, не войдет. То есть калькулятора конвы у меня не было вручную. Я не посчитала. Нужно менять каунт. Нужно уменьшать каунт. Или же на 27 вышивать в одну ниточку через одно переплетение. У меня вот есть Мурана, конечно. Но там полные отрезки. Как-то вот здесь обрезок хорошо. То есть можно как-то что-то было не жалко взять на маленькую работу. В общем, получается, что мне целого куска 50 на 70 32 аккаунта. Тут даже Мурана или он у меня. Но мне жалко его. Одно дело, когда целый кусок ты берешь и кромсаешь на какой-то маленький проект. Другое дело, это ты обрезки какие-то берешь. Не знаю, я вот уже думала, даже если ее постирать, покрасить, она все равно сильно, каунт не уменьшится. И у меня может не войти. То есть на 27 каунте вот этот 50 здесь крестиков, это где-то 9 сантиметров. Мне нужно, чтобы было не больше 8 сантиметров вышивка. Как-то так. Есть у меня вариант вот такой ткани. Это Аида считается 17 каунта. Но видите, она какая интересная. То есть вот так выглядят клеточки. Я думаю, вот если на ней что-то вышит. Вот так выглядит равномерка. Видите? Вот так выглядит Аида. Я брала ее просто, я думала, это обычная, ну как Аида, просто там, не знаю. Я не знаю, что это за ткань. В том плане, что я не была знакома с этой тканью. Заказала. И она вот, видите, какая-то выглядит как равномерка, но очень крупные у нее такие дырочки. Что с ней делать, я честно говорю, не знаю. Не знаю, что на таком можно вышить. Вот, может, я думала, может шовчики какие-то вышивать, еще что-то. Честно говоря, я не знаю. Вот это, подумала, может на игольницу туда пойдет. Здесь 50 на 70 кусочек. Есть еще вариант такой, что я уже начала этот цемплер мечты о хризантемах. И у меня он вышивается на 32 каунте такого кремового тоже оттенка на льне. Там останется, потому что кусок был стандартный, 50 на 70, а надо здесь, ну, не больше 45 сантиметров квадратный и останется. И, знаете, здесь есть вот такие вот отдельные фрагменты, видите, вот разные, которые можно вышивать. Вот, например, вот эти, да, это вот есть отдельные фрагменты. Или можно даже схемы какой-нибудь фрагмент отдельный взять и вышить. Но тогда надо подождать, закончить, ну, допустим, вот какие-нибудь такие отдельные фрагменты можно, да, взять. Или вот такие вот. То есть есть интересные фрагменты, которые можно вышивать как отдельную вышивку. Но тогда надо будет подождать, когда я закончу вот этот вот сэмплер. Останется у меня, наверное, ниточки какие-то останутся и ткань останется. И может быть что-нибудь вот такое сделать на игольницах. Вот я думаю. В общем, пока я решила отложить, не трогать пока, посмотрим. Тоже у вас хочу спросить совета, если вот этот сюжет вышивать через одну ниточку на 27-ю или каунтку, или вот лучше действительно подождать, или вот на этой попробовать. Вообще не знаю, что такое, как на нем вышивается. Видите, какие толстые ниточки. Так что такие дела. На этом, пожалуй, все у меня с процессами. Едите, я теперь, я как-то постепенно превратилась вышивать. Так, немного, не много, одна станочница многопроцессная, вот так. То есть вышиваю я почему-то по одному процессу, а в свое время могла тоже я их, ну, в один день несколько процессов я не вышивала, нет. То есть я все равно их чередовала, там по неделю вышивала, потом меняла, чтобы не наскучила. Вот, посмотрим, как будет дальше. Ну, а на лето, на лето какие у меня планы? Ну, во-первых, сделать ревизию, да, процессы свои. Сейчас вам покажу, что у меня здесь есть, масштабы бедствия, вот. Это только часть процессов начатых, то есть нужно сделать ревизию. Я хочу, наверное, вот на все лето растянуть свой проект, вспомнить все и включить еще какие-то новые старты, потому что старты все равно будут. Не знаю сколько, я еще точно не определилась. Посмотрите, как окошке нравится на моей вышивке лежать. Посмотрите, да? Я тут фотофоны готовила, все дела. Все это. Теперь, ну, вот этот фон гораздо лучше. В общем, такие дела, да, что буду я делать ревизию. Я не просто хочу снять видео, хотя видео отдельно будет о моих оставшихся процессах, которые начаты еще. Еще на раме много есть, то, что разместила. Но хочу посмотреть, какие я буду продвигать и какие-то я хочу летом продвинуть. А какие-то, может быть, я еще не уверена в этом, но, может быть, я... Муся, хоть посмотри на меня-то, что она там увидела. Не знаю, что она там увидела. Ну, а какие-то буду просто, возможно, убирать там какие-то начатыши. Посмотрим. В общем, пока я не решила. Точно знаю, что у меня как минимум три есть процесса, которые надо начинать заново. Тоже покажу вам. Ну, в общем, на лето есть планы начинать и вспоминать все свои процессы, что и как, что с ними делать, решать, что с ними делать дальше. Какие в первую очередь вышивать, какие потом. Какие, может быть, отложить на долгий срок. Потому что все-таки там есть и многоцветки, и работы маленькие, большие, разные. Буду решать. В общем, это так коротко, так о планах на лето, что нужно делать. Потому что, если буду стартовать, то есть я так хочу продумать, чтобы, если какие-то я хотела начать, хотя бы там в начале 19-20 года, то, может быть, стоит их начать сейчас. Потому что там планируем мы сделать все-таки челлендж с сентября по апрель. И что-то, может быть, я возьму на старты. А может быть... Ну, в общем, будет лето, будем смотреть, что и как будет делаться. Потому что пока еще я в таком состоянии нахожусь, что я думаю, как мне поступить. Так что я думаю, что лето будет для меня определяющим, как же дальше я буду заниматься своим хобби. Такое, да, очень важное решение я буду принимать. Ладно, это была минута шутки. С вами была Оксана Дереза. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. И пусть вышивка приносит вам только удовольствие. Независимо от того, много вы процессов вышиваете или один за одним.